Слава Христу! Проходите, милостепросим. Помолиться надо, помолитесь. Покажите детям, чтобы не поломали ни одной, с краешку брали. Они не понимают, будут тянуть одной рукой. Одной рукой держать, другой отрывать. Как замечу, не так, сразу вышибу отсюда, на дорогу. И вам ни одной горошки не будет. Попробуем сейчас. Стручок один. Реви только толстые, понятно? Такие вот толстые. Так, толстые, толстые. Серку помолись, а с ними просматривайся. И что стоит, убери? Молодой. Ну, помолились вам. Попробуй. 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 Еще одну замечательную дорогу вышибу сразу. Попробуй. 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 Если не положила под язык, то скорее брала. Покажи, как рвать, чтобы дети не вырвали. Понял? Я ещё не могу понять, что это. Готовая дали, и стоят там, вижу, что... Это от поля Игоря Барабаша. Стас, подожди. Не торопись по своей шапке. Так, почему опоздали? Я ждала, когда братья доедят. Доедят. Вы понимаете, что из этого? Из этого больше вы никогда за стол садиться не будете, когда опаздываете. Это бесполезно. Он упёрся в чашку, щавкает, сидит. Я на улице стою, говорит, доброе полчаса жду по одному. А я братьям ждала, а братья тебя ждали. У вас понятия нет. Верующий никогда этого здесь не сделает. Мы от отца узнали, что если тебя где-то ждут одно из самых великих преступлений. Ты хуже вора. И время драгоценное украл у человека. А этот, спрашивать его нечего. Вы друг друга два горта лапки. Пока не берите, встаньте в сторонку. Идите там друг друга дожидайтесь. Отойди в сторонку. Зачем ты нужен? Поля погонит. Ни стыда, ни совести нет. Договорились. Всё. Позвонил. Сказал. Сидит чашкает. Не наступайте на одну дорожку. Поля, пожалуйста, иди. Собирай. Голову извертел. Уходим? Нету. Иди на дорогу выйди. Вам тут делать нечего пока. Без вас обойдемся. Друг друга ждут. Всё бы так делали. Лёва, одной рукой передержишь кустик, а другой срываешь. Не одной рукой рвешь, а двумя. Одной держишь, а другой рвешь. Не вырвай. Лёва, что ты ходишь? Положи сразу в это ведро, следующий рви. Так, всё, давай, забираю. Здесь людей не пробить, нечем. Ну, люди повернули сюда, значит, со стороны повернулось. Нет, стоит уже всё парализованное. Мы ехали дорогой, когда из Барнаула. Игорь говорит, барабаш. А это поле Евгения Долгова. Посейный горох. Я говорю, он как? Раньше сели с овсом. Он цепляется усиками за овёс, овёс прямо стоит. Нет, говорит, это такой прямостойный горох. Я его не видал такого. Он подъехал рядом прямо. Можно сорвать был. Я говорю, да там ещё плесчатая называется. А внизу, говорит, дрелы. Я поехал, оказывается, у нас в Благородне точно такой же. Ну и поговорили, и всё. Не сорвал я ни одного стручка. Это полезно очень. Зелёный горжош их раньше продавали, законсервированный. Я сегодня поговорил, никто не знает, обрабатывал он, не обрабатывал, отравлял, не отравлял. Перед тем, как ехать, я позвонил ему. Я не спросил, где он, мне это не надо знать. Ты обрабатывал поле? Можно орвать? Можно. Всё, благодарю. А дальше начинается катавасия. Катавасия это богослужение такое трудное, перекидывается. Катавасия не разбериха, иначе сказать. Мы поели выше на улицу. Ты знал, что я на улице жду вас? Раньше вышел. Ну раз договорились, сейчас кончаете за столом. Ты знал или нет? Вот я вышел за столом, а куда я пошёл? Домой, наверное. Я на улицу вышел тебя ждать. А ты сидишь за столом, пять минут, десять, пятнадцать, даже нужны никакой нету. Запомни, ни на одну работу брать не буду, если ты так будешь вести себя. Мне зачем это нужно? У нас отец неграмотный был. Совершенно. Но оброни Бог, если он заметил, что нас кто-то ждёт. Это одно из самых ужасных преступлений было. Он мог дать такую колотушку, вылетел бы из двери. Тебя ждут там, ты сидишь здесь. Он дорожил в чужое время. Человек неграмотный. А ты этого не понимаешь. Совершенно. Оля тоже ждут, когда поедет. Зачем ест? Подошла, тарелку у него убрала. Выходи быстро. Ему разницы никакой нет. Ты видишь, какие бесстыжие глаза-то. Надик, я думал... Так, я тебя не спрашиваю сейчас. Ты ни одной горошины не сорвал. Что тебе говорит-то? Почему ты не догнал идущего впереди Сергея? Сергей в конце догнал. Ты почему? С Олей разговаривал. Вообще-то здорово. Жест сзади. Мы пошли за горох. Нам тут не надо до глазах мельтешиться. Это Поля Игоря. Он нам разрешил, чтобы ни одного корешка не попортить. Я всё время спрашиваю, к каждому подхожу. Вас заново учить. Я принёс и сказал, бери сколько надо. Бери и ешь. А на поле не будешь. Так, взял два, три, четыре, пять. Я сказал, возьмите пять ведёрок. Почти полностью всё набрали. Но мы её там побольше надо отсыпать, чтобы не просыпать. Мы сейчас домой уходим. Поблагодарим Бога. Поля, ты поняла что-нибудь? Я поняла. Ты не знайся с ним. Хорошо. Ему разве сидят? Он вихляется, идёт. Два часа, три. Ему разве никакой нету. Это не один вы. Это начинает... Где он, Поля? Гляжу, один стручок за другим берёт. Третий. Четвёртый. Кто будет ложить-то туда? Вот его сунула в рот. Секунда одна дальше. Языком направилась. Семечки же щелкаем как-то. Освободилась. Следующая опять. Она не знает. Поэтому не брать. Нам нужно набрать и уйти. Мы сейчас будем благодарить Бога за брата нашего Игоря, который нам разрешил здесь на поле быть. Мы прошли тут совсем не больше 20 метров с краешку. Он ещё отдельными горошинами. А это позволило гороху вырасти быстрее. Даже полные стручки. А дальше там совсем плоские. Поняла? Нет? Что на меня смотришь, говорит, как Ленин на буржуазею? Давай. Помолимся. Повернёмся на вас. Свою вот там за сомнами берём. Господи Боже мой, красивые вещи. Господи слава тебе за прекрасный воскресный день. Да будет благословенно это поле. И все приходящие сюда с добрыми намерениями, по разрешению хозяина. Благослови брата Игоря и его семью. Пошли ему всё потребное, Господи. Какой обман терпит он со всех сторон. Ему никто не помогает, Господи. Труд его да будет увенчан перед тобою. И нас отпусти отсюда с миром. Мужчина вспомни своих благодетелей. Ты напомнил, что здесь прошло моё детство. Сколько хорошего мы видели у тебя, Господи. Сколько добрых людей прошло перед нами. Слава тебе. Ты сохранил для этого времени. Украти буйствующих, Максима. Наставь его на путь истины. Не дай желаемого разрушителям. И сохрани то, что ты позволил нам построить для будущих поколений. Тебе, Господи, слава. Тебе хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Голу не поворачивай, это накладивайся. Благодарим тебя, Христе Божий наш. Слава Христу. Так, уходим. Так, Игорь это, подожди, Виктор Италий. Повтори, какие качества лидера должны быть? Решительность. Первое какое? Воображение. Воображение. Ты не воображал, как надо идти и бежать, что тебя ждут на улице. Ноль. Второе. Знание. Знание. Дорогу не знаешь. Сейчас и уйдем, ты не знаете, куда пойти. Не знаем. Когда вышел Сергей, тогда побежали скорее. Дальше. Умение. Да умение. Какое твое умение, когда ты ни разу здесь не был? Тоже нуль. Дальше. Решительность. Решительность. В чем заключается? Решил и отрезал все. Мы решили найти, Поля. Мы решили найти хозяина. Решительно направлены сюда. Поля утром спросил. Она говорит, пойдем. Для меня это указ. Она просто спросила, забыла. Для меня это большая зарубка. Девочка хочет попасть на поле с горохом. И она должна попасть. Я решительно вышел на арену. Там начал узнавать здесь. С Васей съездили. Экскурсия назначена была. Он взял ребенка с собой. Жену. Проехали второй мостик. Шлюз помолились. И на Рыжковском. И все засняли. Решительно. Никаких преград. Дальше беспощадность. В чем она заключается? К самому себе прежде всего. К разгильдяям. К невеждам. Которые опаздывают. И с ними разговаривать не надо. Их не исправишь. Все. Но Вы пришли в одиннадцатый час. Вы только на поле зашли. Мы Вам даем полный Ваш динарий. Бери гороху сколько хочешь. Совестная. И дальше привлекательность. Какая привлекательность? Десятки раз посмотришь на Вас. Да отвернешься и скажешь лучше один буду работать. Он с Солей разговаривал. Ясно что красивая и прекрасная женщина. Ну еще из этого. Неужели на горох ее променять? Ты же знаешь когда кто много гороху ест у него сильно отходят газы. Вот так уходим. Ты начнешь такую артиллеристку. Подготовку делать. Ольга убежит. Так. Возьмите. Чтобы я не оторвалась на руле. Она отрывается. Собирайте. Так посмотрите. Все правильно. Так. Уходим брат. Слава Христу.